День студентов День студентов Мы молодежная программа, мы тоже можем Затронуть эту тему Поэтому как раз таки в сети появился Видеоролик пародия на сериал Игра престолов с приглашением На субботник 20 апреля в Москве Давайте посмотрим, что это из себя представляет День студентов 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 Продолжение следует... Нашего любимого любит баловаться в фотошопе и тоже вместе со всеми хайпанул, скажем так, и решил над нами немножечко посмеяться. Ну, как думаешь, вот мне подойдет такой цвет волос? Ну, кстати, необычно, да. Вот у тебя очень хороший ракурс. Вот эта сторона нерабочая не подойдет, а вот тебе вот такой цвет волос. Спасибо, Володя, передаем тебе привет. Ну что, не будем тянуть время, потому что у нас много интереснейших, прекраснейших новостей. Не высосанных из пальца, поэтому давай... Я начну, да. Ну что, 9 апреля состоялся открытый диалог главы Чуваши Михаила Игнатьева со студентами нашего университета. В ходе беседы были подняты вопросы развития добровольчества и студенческого самоуправления, стимулирования и поддержки талантливой молодежи, реализации проектов в сфере воспитания экологической культуры, значимости занятий спортом, а также достижений студентов в творчестве и в трудоустройстве. Очень много было там студентов, вообще беседа была очень большая, и самое главное, эта беседа была, на мой взгляд, качественная. И на актуальные темы, которые действительно интересуют наших студентов. Да, и бежим к следующей. Бежим, разгоняемся дальше. Делегация ЧГПУ имени Ивана Яковлевича Яковлева в рамках сотрудничества с Гуйджойским педагогическим университетом посетила провинцию Гуйджоу, город Гуян, Китайская Народная Республика. В ходе визита состоялась официальная встреча с ректором Гуйджойского педагогического университета, вице-президентом, директором отдела международного обмена и сотрудничества, директором по учебной работе. В течение трех дней велись переговоры, в ходе которых обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в области образования и науки. И вот, Юль, как думаешь, что стало итогом этой встречи? Что же мы смотрим? Итогом этой поездки стало подписание соглашения о сотрудничестве и решение об открытии на базе Гуйджойского университета Центра русского языка и культуры. Ну, это очень здорово. Надо, чтобы и студенты в Китае тоже развивались, учили русский язык. И может, он стал для них родным. Да, да, да. Вторым по-своему. Если где-нибудь на китайских товарах когда-нибудь будет Made in Russia, сделано в России. Да, 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 лучше по-русски. Ладно, давай дальше. Будем радоваться победам наших студентов. Студенты факультета естественно-научного образования стали победителями второго тура открытой Международной студенческой интернет-олимпиады по дисциплине «Экология». Дипломом первой степени была награждена Мария Веселова. Ну, а диплом второй степени разделили сразу две студентки. Это Алевтина Иванова и Александра Чернова. Поздравляем. Конечно, мы всегда любим поздравлять наших студентов. И, конечно же, как я всегда говорю эту фразу, мы гордимся, мы гордимся просто победами и достижениями наших студентов. Кстати, по поводу побед есть у нас блок новостей, а внутри этого блока всегда есть блок про самбистов. А, да, кстати, да. 12 апреля в рамках универсиады вузов города Чебоксары состоялись соревнования по самбо. Победителем соревнований второй год подряд, стоит заметить, это очень важная такая деталь, стала сборная Чуварского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлевича Яковлева. Мы так посчитали, и они набрали вот за эту универсиаду 13 наград. Ого. Ничего себе, вот это да. Ну, хочется снова всех поздравить и дальше перейти к поздравлениям, потому что... Хочется сказать, ну, поделитесь, да? Да, потому что, переходим дальше, потому что мы дальше поздравляем студентов факультета дошкольной коррекционной педагогики и психологии с победой в четвертом всероссийском конкурсе «Жестовые песни. Поющие руки», который прошел в Волгограде. И наши студентки привезли огромный букет наград. Первое место заняли сразу Светлана Федорова, Светлана Орлова, Валентина Соснова и Анастасия Михайловы. Также наши девушки красивые, прекрасные, получили номинацию. Номинацию, как «Лучшее сольное исполнение» получила Елена Михеева. Номинацию «Лучшее жестовое исполнение» получила Мария Мигачева. Ну и номинацию «Лучший дуэт» получили Мария Вишневская и Екатерина Ильина. Поздравляем. Самое интересное, что у всех наших героев новостей мы так или иначе освещали в нашей программе, что очередная заказа, что она актуальна, в крайней мере, в рамках нашего вуза. Ну что, поедем к следующей новости. По итогам конкурсных испытаний Республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Чуваш-2019» определено пять лучших учителей Республики и, естественно, среди них четверо выпускники Чуварского государственного педагогического университета. Татьяна Ильина – учитель начальных классов Чебоксары для обучающихся, выпускница психолого-педагогического факультета и три выпускника факультета иностранных языков. Александр Кузьмен – учитель английского языка Урмарского района. Константин Мартимьянов – учитель иностранного языка школы номер 17 города Новочебоксарска. И Екатерина Сергеева – учитель английского языка Яльчиковской школы. Мы гордимся, что финалистами стали наши выпускники, ведь это еще раз доказывает, что ЧГПУ – даже недостаточно очень эффективный вуз. Считаешь, как считаешь. Естественно, кем могут быть вопросы. И самое интересное, что я вот думаю, я же в следующем году выпускаюсь, и думаешь, а потом обо мне скажут по телевизору. Очередной раз поздравляем наших героев, которые не пошли в бизнес. Да, а преданность своему делу. Это очень важно. И давай мою самую любимую тему затронем. Уже завтра, 17 апреля, состоится долгожданный, ну, лично для меня долгожданный галоконцерт фестиваля «Студенческая весна-2019» нашего университета. На котором я, Сергей и все-все-все остальные студенты наконец-таки узнают победителей творческих представлений и всех жанровых конкурсов. И, конечно же, обращение к нашим студентам, преподавателям, ну и вообще всем, кто заинтересован в этом. Ждем вас завтра в 17.30 в Чувашском драмтеатре имени Константина Иванова. Мы с Сергеем там будем, прямо на сцене. Так что мы с тобой идут, у нас гастроли, то на телевизоре, то на сцене. Ну, здорово же. Ну что, как раз-таки тему «Студвесны» мы немножечко сейчас расширим. Наши ребята, опять же, отвечающие за чувство юмора в нашем студенческом медиа-центре, выбрали самый смак вот такой вот в виде фотографий с этой «Студвесны» и сделали так называемый мем, то есть смешные картинки. Вот поясняем, да, для молодежи. Но мы, кстати, не видели. Мы эти картинки видим... Так, давай вот так вот перевернем их. Они у нас здесь есть. Они у нас не подписаны. Наша задача заключается в чем? Показать вам фотографию, то есть исходник мема, и потом сравниться с ребятами уже с готовой конструкцией, и наши зрители по экрану телевизора должны оценить, у кого лучше, либо вот оператор. Будем брать обратную связь. Будем 1-0-2-0 все это рассчитывать. Давай, вот тебе первое право предоставь. Вот такая вот картинка. Это студент факультета физической культуры. И, ну знаешь, у меня что-то типа, я после студвесны свободен, позвони мне, что-то такое. Это он кому так говорит? Мне? А вот? Нет, нет, нет. Я, ну на самом деле, что такое, что... Я не звоню просто на чужие номера, скажем так. Ну просто, знаешь, я потеряла мысль. Ну давайте посмотрим, что сделали наши ребята. Да, да, да. В итоге. Что же, что же, что же там. Танцую под Бузову, под эту легкую... Ну знаешь, я, кстати, вспомнила свою мысль. Я вспомнила о том, что я не умею шутить. Это не для меня, как бы, знаешь. Ну знаешь, я бы отдал в этом раунде победу тебе, так что... Надо сделать вот так вот. Ну что, продолжаем. Второй у нас исходный материал. Придумаю его я. Это факультет естественно-научного образования Сергей Лисин. Давай, вот что вот здесь... У меня почему-то ассоциация с экзаменом сразу. Да, 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 там пошпаргалки или там... Когда ищешь своего лучшего друга на экзамене, я не знаю. В окне. Так, ну что, давай-ка посмотрим. Давайте посмотрим исходный. А, ну... Ержан, вставай. Так, ребята... Ты знаешь, мне кажется, что ребята с медиа-центра немножечко живут прошлой неделей. Мы-то следим за трендами, да? Да, да, да. Тренды. Ржан, Ржан. У меня, кстати, на будильнике до сих пор стоит Ржан все равно. Но я, правда, будильником никогда не пользуюсь. Ну просто отдам дань чести. Давай, вот третье. Это Григорий Лаваш, известнейший выпускник. Ну, в этом году выпускается. Сейчас будет немножечко... Вот это будет «Внутрячок» называется. Шутка такая вот внутри университета. Это Гриша Лаваш, если завтра факультет художественного музыкального образования займет первое место по итогам представлений. Что же будет с Гришей Лавашом, если это случится? Узнаем завтра, а пока посмотрим исходник. Девушка бросила диплом сессия «Курсач», еда в буфете подорожала. Ребенок сказал «Здравствуйте, я». Ну, кому ты отдашь здесь преимущество? Медиа-центру или все-таки мне? Давай я поделю пока что. Никому не отдам этот балл. Остается пока что интрига. Ну что, давай посмотрим, что у нас дальше. Следующая, четвертая картинка. Ну, у меня есть такое преимущество, потому что я знаю, что подписал, скорее всего, это там медиа-центр внутри. Да-да-да, я тоже знаю. Поэтому других мысли. Ну, вот лично у меня это остается тем, когда залетаешь в качалку после прямого эфира. Уже ждешь целый день, когда потом не пропадутся. Вот ты знаешь, у меня чуть-чуть другое. На самом деле, давай. У меня я свой придумала мем, скажем так. Это Коля Юдин, это выпускник, давнишний выпускник технолого-экономического факультета. И я даже не знаю, по-моему, я на первый курс не поступила, но он уже закончил. Но этот человек настолько предан своему факультету, что участвует уже, наверное, раз в десятый в студвесне. Поэтому я думаю, что это Коля Юдин, через год, который говорит, пожалуйста, можно ли в этом году я буду участвовать в студвесне? Пропустите. Либо его там держат в рабстве, и он хочет просто... Не-не-не-не, выпустите. Я не хочу больше участвовать в студвесне. Что, сейчас у нас вот следующий такой колоритный персонаж довольно-таки. Так, это... А, действительно, мы же не посмотрели. Что это такое? Да, это когда пытаешься попасть в общежитие после 11 вечера. Медиа-центр защиты. Можно? Да, да, зачтем. Это прекрасный студент твоего факультета. Факультета истории управления права. Да, вы увидите потом, на самом деле, здесь не очень видно, а вы увидите, что с ним здесь творится, Сергей. Ну, давай вместе подумаем. Здесь как-то вот у него прям... Прямо он как будто под... Сессия! Только! Да, да, да. Ну, вот что он может здесь делать? Немножечко сейчас зависнем. Очень так. Вот фотография горит сама за себя, туда же подписывать ничего. Да, 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 просто многоточие. Ну, ладно, отдаем этот балл медиа-центру, посмотрим, что они придумали. Когда ударился мизинцем от трубочку, браво, браво, ребята, это просто... Чувствуешь, как ребята разгонять, потому что они флор ударили, вот что-то такое. Либо утомились мы. У нас крайняя, крайняя фотография. Сейчас, наверное, можно попросить зрителей младше 18-ти... Отойти от экранов. Отойти от экранов, потому что у нас вот такая вот композиция интересная получается. Это все было на студенческой весне, да. На самом деле, подпись к этой картинке я тоже знаю, но нам нужно именно... Что-то придумать. Что-то придумать, да. Я даже не знаю. Парень говорит, посмотри программу «День студента». Ну нет, наша программа же хорошая, почему? Так, я тоже немножечко подзависла. Давай все-таки, ладно. Мы же, смотри, я что придумала? Мы же с тобой тоже являемся, ну, участниками, не сказать, но мы тоже состоим в нашем студенческом медиа-центре. И, в принципе, мы можем отдать балл студенческому медиа-центру. Все равно выиграем, да, 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 давайте посмотрим. Это будет, конечно же, тот мем, который я знаю. Да, это готовые курсовые дипломы. Это я, да. Кстати, напутствие первокурсникам. Не надо, не ведитесь на это. Вот интересно, ты хоть раз пробовала? Нет. Да, ну, кому? Я учусь, да, понимаешь, я музыкант. Просто, если честно, там шансов... В общем, нужно писать дипломы курсовые всегда самой. Да, может быть. Вот, 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 вот. Ну что, итак, мы сейчас немножко пошутили. Надеюсь, мы пошутили вместе, посмеялись, точнее, вместе с нами. Интересно, вот зрители, какой вот мем придумали? Давай попробуем запустить какой-нибудь опрос в группе, который появится в течение нескольких часов. Но здесь нужно передать привет нашему медиа-центру. Ребята, мы уже сказали об этом, поэтому ваша задача сейчас запустить голосование. Мы разогрели народ, ваша задача поддержать. Это интересно. Да, да, да. Ну что, сейчас предлагаю посмотреть видеодневник с одного из дней студвесны, чтобы понять, что там такое было, что реально это было весело, здорово, интересно, задорно. Да, будем, будете думать, достойны ли наши факультеты завтра защищать право, скажем так, занять первое место в фестивале студенческой весны. Смотрим. А мы, дорогие друзья, едем на студвесну, второй день. И вместе с нами факультет истории управления права и факультет естественно-научного образования. Поехали смотреть, что же они там нам приготовили. Привет, как тебя зовут? Мага. Расскажи нам, пожалуйста, какую роль ты сегодня играешь? У меня там небольшая роль. Весна первый раз участвую. Первый раз в весне человек, и уже у него крутая роль. Да? Да, нормальная у меня роль. Я отличница? Очень. По химии. Запоминайте, как выглядит настоящая отличница. Вот так вот. Я сегодня ученица. Буду показывать химические опыты. Расскажи, пожалуйста, кто же ты сегодня? Я сегодня красотка, суперпрекрасная девушка, стиляга. Девочки, что вы делаете? Что мы делаем? Сделают из меня красотку. А сейчас мы идем к самому крутому пацану на Фи и Уппе. Привет. Здрасте. Расскажи, пожалуйста, как у тебя настроение? Настроение хорошее, но я очень сильно устал в подготовке студвесны. Юлиана, расскажи, пожалуйста, что ты сегодня делаешь в студвесне? Участвую. Нет, присутствую. Я просто пришла поддержать своих ребят, чтобы они ничего не боялись, чтобы у них все получилось. Ну, в этом я, конечно же, уверена, но поддержка всегда нужна. Раскрой нам какой-нибудь глобальный секрет вашего факультета. Что у вас сегодня будет? Ну, давайте секрет останется секретом, потому что, как бы, зачем себе тайны раскрывать, правда? Миша, у меня к тебе такой вопрос, очень серьезный, отнесись, пожалуйста, к этому. Сколько? Сколько? На самом деле, я хотела спросить у тебя. Серьезный вопрос, не отвлекайся. Хорошо, не отвлекайся. Она не сможет взять у него интервью. Волнуешься? Ну, это естественно, потому что права на ошибку больше нет. Евгений, расскажите, пожалуйста, кем вы сегодня будете на этой студвесне? Даже не знаю. Видимо, каким-то рабочим. Сколько ты пар обуви уже начистил, признайся? Это вторая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, мы вернулись. Надеюсь, надеемся, что вы совсем не соскучились. С вами, как всегда, Чувашский государственный педагогический университет. И Ивана Яковлевича Яковлева. Не таким, как все. Да, не таким, как все. И, конечно, прекрасный Сергей Архипов. И Юлия Чержаев во время рекламной... Вот так вот. Ладно, ладно. Дело такое холодное сердце. Да. И во время рекламной паузы к нам присоединились интеллектуальные представители интеллектуального клуба студентов Чувашского государственного педагогического университета. Здравствуйте. Марго Сурикова и Юлия Павлова. Привет. Привет. Добрый день. Давай, вот свой классический вопрос. Как у вас дела? Мы вместе, видимо, общаемся. Да, у нас ментальная связь с Маргаритой. У нас дела, я думаю, прекрасны. Как ощущение весны? Чувствуется. Ощущается. Ощущается. И теперь мой любимый вопрос. Вот ваш клуб называется Икс. Чем он занимается, почему именно Икс? И почему именно вы? Хорошо, я начну. Как вы уже меня представили, меня зовут Маргарита. Я являюсь основателем интеллектуального клуба студентов. И, собственно, поэтому называется Икс. Потому что выговаривать интеллектуальный клуб студентов в некотором бывает очень сложно. Образовались мы 3 или 4 года назад для того, чтобы составлять интеллектуальную конкуренцию другим университетам в нашей республике. А вот сразу вопрос про конкуренцию. А вот, например, в других вузах сколько лет назад образовались подобные клубы? Примерно. В Чувашском государственном университете порядка 5-6 лет назад. Ну, по сути, мы не так, вы, точнее, не так поздно начали. Ну, это весомая разница. Даже один год игрового стажа играет очень большую роль. Ну, а сейчас, как вы думаете, сравняли хотя бы вот эти вот позиции? Мы даже стали лучше, по-моему. Это же прекрасно, это же прекрасно. А вот у меня такой вопрос. Кто вообще у вас состоит в вашем интеллектуальном клубе студентов именно в организационной вот этой вот части? Только вы вдвоем или за вашими плечами есть еще какие-нибудь прекрасные юноши, девушки? Ну, если говорить конкретно про руководящую должность, то пока это на моих плечах. И еще у меня есть два замечательных помощника. Это Саша Ермолаева, капитан команды Эренберг, и Данила Федоров, капитан команды Бигбес. И также нам очень помогает команда Рисошки, в частности Сергей, участник команды Рисошки. Вот, и даже Инга и Сергей в данный момент сидят в аппаратной и поддерживают нас морально. Они тоже очень помогали развиваться сообществом. Это прекрасно. Юль, а какое место в Кубе занимает Шты? Ну, я думаю, самая высокая, да, Маргарита. Я капитан команды Кассиопея, которая образовалась практически одновременно с образованием ИКСА. Правда, Маргарита не помнит, что я играю с самого начала, представляете? Вот. Мы представляем факультет естественно-научного образования. И в основном, вот последние полтора, наверное, года наша команда занимает в клубе почетные лидирующие позиции. В основном, в что, где, когда мы занимаем стабильно первое место. Но иногда чуть не дотягиваем, занимаем второе. Иногда Рисошки там пытаются. То есть, можно сказать, вы страживая, грубо говоря, вот эта игра. Да, да, мы уже старички, уже в возрасте команда. Вот, особенно я уже в возрасте. Юля уже выпустилась из-за миссии цвета, но все равно играет. Юль, вот вопрос. Почему Кассиопея? Почему именно такое название? Это связано с факультетом или что-то, или с чем-то таким другим? В первый раз, когда мы пришли на игру в 2016 году, как я помню, в начале года, нас в команде было пять человек. И мы долго думали, как же назвать нашу команду. И потом как-то я вспомнила, что есть такое созвездие Кассиопея, где именно пять звезд. Вот, говорю, давайте назовемся Кассиопеей. Ну, все поддержали. И плюс еще в том, что созвездие Кассиопея выглядит как буква W, то есть как победитель, winner. Вот, ну, в итоге, конечно, два с половиной года мы не выигрывали ничего. Но... Набивали шишки. Да, набивали шишки, но, тем не менее, потом звание свое оправдали, я думаю. Вот поэтому мы называемся Кассиопеей. Друзья, можно вот сейчас общий ракурс, чтобы понять, что мы не выглядели, так сказать, губцами? Ты понимаешь, я только что хотела сказать об этом уже, что, я думаю, наверное, у зрителей сейчас какой-то вопрос... И ящики, может, там что-то будет двигаться. В полномочия, грубо говоря, клуба X входит проведение игр что, где, когда, то есть классической такой игры, и ворошиловский стрелок, где команды на скорость должны отвечать желательно правильно на довольно-таки сложный ответ. И вот одна из частей конструкции сейчас изображены у нас на столах. Давай попробуем. Как это работает, вы можете продемонстрировать, и что это такое. Хорошо. Обычно у нас играют по две команды. Здесь четыре игровых модуля разных цветов. У нас есть картиночка. Давайте мы... Так, наверное, у нас есть... Вот более... Вот. Вот такая вот картинка. Здесь видно, что здесь две команды, правильно? Да. Обе напряжены. Да. Держу тут, я сейчас нажму эту кнопку. Вот. Ну, давайте. И конкретно команда рисушки потеряла двух человек. Уже. Что это означает, что мы сразу... Объясняю. Стоят бедные несчастные люди, которым предстоит отвечать на вопросы. Я являюсь ведущей. Я читаю пакет вопросов. В каждом пакете вопросов по несколько тем. А вопросы вообще наоборот? Общие родятся. Очень разные. Они могут затрагивать какую-нибудь кулинарию и астрофизику. Как повезет. Я читаю вопрос. Если команда уверена в том, что она знает ответ, нужно нажать игровой модуль. Прикольно. Вот сразу вопрос у тебя дома. Не такой же звонок стоит? Немножко... Отличается. Немножко отличается, да. Если человек отвечает правильно, то он выбивает другого игрока с таким же цветом из другой команды. Если он отвечает неправильно, он садится сам. Задача выжить максимальному количеству игроков. И капитана может выбить только капитан. Маргарита забыла упомянуть. То есть капитан обычно у нас там последний стоит и защищает часть команды. То есть он отвечает на самый жесткий вопрос, да? Ну или не отвечает. Как повезет. Как повезет. Интересно. А есть какие-то вот... Во сколько туров этого длится игра? Или это вот просто четыре вопроса и четыре... Просто четыре вопроса. Ну, пока кто-нибудь не выбьет всех, вот, как-то так. То есть это может продолжаться очень долго, да? Да, это может продолжаться часами. Еще зависит от того, сколько команд играет. То есть иногда у нас четыре команды приходят на игру, а иногда четырнадцать. То есть если у нас... А с чем это связано? Есть какая-то тенденция? Ну вот если люди участвуют в студии сне, например... Они не приходят. Они не приходят на ворошиловский стрелок. Или какие-то личные жизни, возможно, есть у людей еще, наверное. У нас Маргариты нет, поэтому вот, собственно, мы... Поэтому мы занимаемся интеллектуальным студентом. И прокачкой мозгов. Скажем, так. А что нам еще делать? А вот у меня такой вопрос немножко к себе. А есть ли вот человек, ну, скажем так, неумный? Как ему прокачивать себя? Что-то, ну, где-то может быть какую-то информацию где-то. И может быть есть база... Вот я знаю, что есть база вопросов, да, что, где, когда. То есть где можно там вообще смотреть в любые... Там их очень много, я знаю. Есть какая-то база вопросов для ворошиловского стрелка? Ну, как таковой открытой базы для ворошиловского стрелка нет. Потому что эта игра авторская. И базируется она конкретно в Москве. И для того, чтобы, например, сразиться в схватке с разными командами, мы ездим на Кубки России в Москву непосредственно. Для того, чтобы развиваться в ворошиловском стрелке, нужно просто приходить играть. Вот тогда перевернем вопрос. Как развить общую эрудицию человеку, если он заинтересовался вот этим? Ну, вообще, прежде всего, нужно осознать, что человек не тупой, человек не глупый. И если он, в принципе, хочет развиваться, он уже не попадает в эту категорию. Нужно просто больше читать, следить за какими-то инфополантами. Читать чего сразу? Да, мне кажется, все, что уборно. Разные. Вот ты же знаешь, что ворошиловский стрелок затрагивает абсолютно разные темы. И вот, например, ты как спортсмен чаще всего отвечаешь на вопросы, связанные со спортом. И тут, скорее, нужно подбирать команду, которая очень разношерстная. И отвечает за разные направления науки. И чтобы, опять-таки, даже развивать эрудицию, мы приходим играть. Потому что вопросы, мы узнаем ответы и запоминаем их, и развиваемся. Как сделать игру нескучной? Тушина повисла в студии. Она не бывает нескучной. Да, она не бывает нескучной, в принципе. Потому что вопросы настолько разносторонние и зачастую очень веселые. Например, мы даже проводим турниры по мемам. А, здраво. То есть, у нас нет такой вот узкой научной направленности. Мы охватываем абсолютно все сферы нашей жизни. Вы сегодня тренировались уже по мемам. Кстати, вот если разобрать разношерстный состав. Недавно вы представляли наш университет в Москве. Как раз на вот этой битве ворошиловских стрелков была тщательная подготовка команды. Как выступили, какие результаты, выводы? Чем можешь поделиться? Впечатления? Если говорить о конкретно Кубке России, то у нас съездила сборная Солянка из трех команд. Это, опять-таки, рисошки незаменимые везде всегда. Немножечко мимо вселенной команда новички, которые играют первый год. И выпускники – это команда Ликбез. Сыграли они замечательно, очень достойно нас защищали. Они были единственными, кто поехал из республики, в принципе, насколько я знаю. Кубок России отличается тем, что там возрастной состав очень разный. Там могут быть люди, которым по 18 лет, а там могут быть люди, которым под 70. Это, естественно, они доктора наук. Показали они себя прекрасно, как я уже сказала, и привезли в ИКС очередную награду. В частности, Никита Антонов и Валерия Дубинина заняли третье место в номинации «Миксд». То есть в смешанной паре они смогли победить очень много разных игроков. Участников со всей России, да? Это прям круто, а? Так что вы занимаетесь нормально. Такой промачка у вас была. Может, на репетиторство к ним пойдем? Надо бы, надо бы, да. Юль, вопрос к тебе. Ты вообще бывал на таких крупных интеллектуальных турнирах? За свою карьеру опытного игрока. Да. В основном наша команда участвует в пределах Чувашии. То есть на республиканском уровне мы участвовали. На Россию Марго нас не брала, потому что, поскольку я уже по возрасту не прохожу по многим турнирам, именно студенческим, там обычно требуются студенты-очники, вот, а я сейчас учусь на заочном отделении магистратуры, поэтому, к сожалению, нас пока не брала Марго. Марго жалела соперников просто, чтобы их там в одну гамитку не раскатать. А потом как даст жару, я думаю. Ну что, одну игру мы обсудили. Да. А сейчас перейдем к немножечко другой, похожей, но по динамике чуть менее, в принципе, такой динамичной. Игра «Что, где, когда» у нас тоже есть картинка. Да, сейчас, да, давай найдем. Вот она у нас вот такая. И сразу же вопрос, давайте мы ее покажем. Что можно обсудить за минуту во время обсуждения вопроса игрокам команды в этот период игры? Опять рисушки. Ну, просто Сергей знает, какие картинки нужно выбирать. Какие мысли могут постичь команда вот за эту минуту обсуждения? Это прям целую минуту занимает обсуждение ответа. Либо типа «Володя, как у тебя дела?» Ну, чаще второй вариант у меня на самом деле. Вот. Мы успеваем обсудить абсолютно все. Как у кого дела, что нового в интернете мы прочитали. И в самую последнюю очередь обычно мы вспоминаем, что надо отвечать на вопрос. И это начинается судорожно, какая форма была ответа, какая форма была ответа. В итоге мы не вспоминаем и пишем все, что нам пришло в голову. А Маргарита потом читает. А Маргарита потом читает. Самый безбашенный ответ, который вы дали на листочке, его прочитала Марго. Есть ли? Ой, их было настолько много у нашей команды. Мы любим давать безбашенные ответы, когда не знаем правильного. В основном наш стандартный ответ – это Филипп Киркоров, когда мы не знаем. Иногда мы, кстати, попадали в правильный ответ. Это был Филипп Киркоров, действительно. Обычно мы смеемся 40 секунд. Последние 20 секунд мы вспоминаем, что нужно ответить на вопрос. Вот у меня теперь такой вопрос. Скорее, это будет даже немножечко в объяснении зрителю. Зрители привыкли смотреть, ну, сами знаете, ЧГК на каком канале. И то есть для них это одна команда, которая там что-то бурно обсуждает и говорит свой ответ. Насколько я знаю, у нас в университете сидят, ну, достаточный команд. Как вот, да, я слышала что-то про листочки. Это что, нужно писать свой ответ на листочки и балл, не балл, да ведь? Да. А я все сама поняла. Я все сама поняла. Эрудиция хорошая. Ну что, мне, видимо, пора играть. Вопрос игроку и как организатору. Что для вас, к чему больше лежит душа? Ворошиловский стрелок, динамичный такой. И вот что, где, когда, где больше. Такая концентрация умов за одним столом, и они обсуждают это все. Ну, Маргарита, отвечай. Ну, вообще, я сейчас себя не ассоциирую с играми вообще, потому что, как только я стала руководителем клуба, я перестала быть игроком. И сейчас я смотрю на все исключительно с позиции организатора или тренера, потому что мне приходят тренировать команды, в частности, например, которые ездят в Москву. Поэтому у меня нет предпочтений. Ну, лично наша команда, КСАПЕ, предпочитает что, где, когда. Потому что иногда нам нужно 10 секунд буквально раскачаться. И вот этих 10 секунд у нас не хватает в Ворошиловском стрелке. И поэтому, да, за минуту мы точно дадим правильный ответ. А вот в Ворошиловском требуется там буквально секунду на ответ. И уже минус 4 человека. Да, и уже у КСАПЕ минус 4 человека. На самом деле мы не так плохо играем, как я рассказываю сейчас. Ну что, давайте немножечко отличемся от вашей темы. Юль, ты как уже выпускница нашего университета, мы знаем, что ты работаешь в колледже. И вот, и тут такой небольшой вот вопросик. Когда ты была студенткой, ну, все наши студенты, особенно по профилю педагогическое образование, проходят, ну, практику в школе. Проходила практику в школе? А вот сейчас работаешь со студентами. Что лучше, работать со студентами или работать со школьниками? Есть такой диссонанс? Есть, и он довольно заметный. Лично моя душа лежит больше ко студентам. Потому что близкие уже почти люди? Нет, потому что, знаете, у студентов появляется блеск в глазах, уже какой-то вот интеллект мелькает, как говорится. Я люблю школьницу, естественно. Потому что мои студенты, в принципе, те же школьники на 10-11 класс и первый-второй курс. Грущие актуриенты уже. Да, профилюционная работа очень хорошо ведется. Да, я всегда им говорю, что обязательно нужно поступать в ВУЗ. Естественно, в какой? В педагогический. Естественно. Потому что они учатся в педагогическом колледже. Да, потому что они учатся в педагогическом колледже. На самом деле наш колледж называется не педагогический, а Чебоксарский профессиональный колледж. А работаю я в педагогическом отделении ЧПК. Еще я обещала передать привет своим студентам. Знаете, что я вас очень сильно люблю. Юлия Сергеевна вот здесь прогуливает ваши пары сейчас. Вот, а ты уже... Вот, Марго, к тебе вопрос. А студенты колледжей могут принимать участие в ЧГК или в... Конечно, конечно. На последних играх они были. Юль, ты выставляла свою команду? Выставляли и неоднократно я стараюсь развивать интеллектуальный клуб, как говорится, и в стенах нашего колледжа. Сейчас меня сделали научно-руководительным студенческого научного общества нашего колледжа. И поэтому я с сентября прошлого года активно стараюсь завлечь детей в интеллектуальный клуб. Ну, то есть вы сейчас два тренера у нас сидят, которые так прокачивают мозги, так вот это вам задание. То есть это все так происходит? Да, так и происходит. Ну, только еще я Юлю тоже иногда прокачиваю. Она мне пока нет. Вот даже в официальной группе видео у ЧГПО кто-то под комментариями то, что анонс игры. Спроси, можно ли у вас играть. И ответили, что приходите. Может, сейчас как-то позвать людей на игру, чтобы развить вот это сообщество. Если вы мне скажете, в какую камеру смотреть. Вот сюда вы поэту. Уважаемые зрители, мы будем очень вам признательны и очень рады, если вы к нам придете. Вот именно после такой официальщины никто к нам никогда не придет. Ребята, в общем, вы не глупые, вы молодцы, поэтому докажите свой интеллект в нашем сообществе, на наших играх. Нужно прямо уже, мне кажется, даже после вот этого заявления потом устраивать. Только для, кто учится там в колледжах, и только потом для вышкинцев. И потом это все вот так вот мешать будет интересно, кто кого-то. У меня вот есть вопросик. Как тебя называют Марго? Как тебя участники Куба называют? Босс, Марго. Тренер. Тренер, коч, сенсей. Вот как? Госпожа. Госпожа Маргарита. Вот после этого никто не придет на игры. Почему? Обычно так. Ну, еще мое прозвище – это Матикса. А есть вот игроки живые, вот игроки постоянной составы, да? Есть какие-то вот клички у игроков? Я знаю, есть чудотворец. Чудотворец у Рисоши, конечно же. Это кто? Это Костя Орлов. Я знаю его. Замечательный человек. Костя, мы очень спешим, когда ты к нам не приходишь. И у нас появился недавно еще один человек из команды «Друзья, друзья». У нас появился настоящий русский Витязь. Как у него это? Он смог ответить на вопрос про русских Витязей. А чудотворец? А вот чудотворец, он куда-то отчудотворился. Нет, а почему? Почему чудотворец? А, чудотворец. О, это очень история долгая. В общем, был кубок ПФО, когда приехали очень много разных людей в Чебоксары, чтобы сыграть. И у нас барахлил модуль. И чудотворцу повезло стоять именно за ним. И, в общем, до этого играли очень многие люди. У них он не срабатывал. Приходилось хлопать, танцевать, петь. Бубны. Бубны даже. И чудотворец тогда остался один. За нерабочим пультом. За нерабочим пультом. Это чувство, когда его называют Костя. Не Костя, а чудотворец. И у меня прям вот как-то это. Вот, и чудотворец смог заставить пульт работать. Причем он сам этого не ожидал, но под его волшебной ладонью он засветился, закричал. И все мы просто стоя аплодировали. А в итоге выиграл этот раунд? К сожалению, он очень тупо слился. В общем, проиграл, да. Все силы потратили на пульт. Видимо, да. Но зато получил себе прекрасное прозвище. Ну что, Сергей, перейдем к нашему любимому делу. Мы не осветили еще один вопросик. А, давай. Марго, вот ты сейчас чем занимаешь твой профессионально рабочее место? Давай вот так вот. Помимо... Икса. Икса, да. Ну, сейчас я работаю, учусь в магистратуре, тоже на заочином. Я работаю на радио, я новостник. Помимо этого, также я занимаюсь преподавательской деятельностью, мучаю детей в третьем лицее. Как ты все это успеваешь, все три сферы, миксовать. Вот именно поэтому у меня такие радостные глаза и печальное лицо. Да, сегодня еще Марго запетела на телевидении. Да. Поэтому, друзья, если вы ее слышите, теперь вы можете ее и увидеть. Ну что, давай теперь, Юль. Да, знаете, вы... Надеюсь, что вы хотя бы один выпуск нашей передачи смотрели. Да. Каждый гость, который к нам приходит, не уходит просто так с нашей передачи, с нашей программы. Потому что мы его, скажем так, проверяем на ловкость, на его способности. Ну и мы решили вас не мучить. И что вы решили сделать? Ну, в общем, мы решили сыграть, ну, как понимаете, по пультам ни во что, где, когда все-таки. По ворошиловскому футболу. Ворошиловский стрелок. Пусть наши зрители поймут, ну, как бы наглядно увидят, как это все происходит. Сейчас мы условно разделимся на три команды. Это команда зрителей, которые будут отвечать про себя, либо вот звоните. Да. Команда ведущих. У нас будет двое, так как... Скорее Сергей будет один, как бы, вот. И команда гостей. И команда гостей. Марго предоставляет почетнейшая возможность, как всегда, своей роли прочитать эти... Прекрасные вопросы. Прекрасные вопросы, которые разделены на четыре блока. А Юля будет как профессиональный игрок отстаивать честь. Я уже думала, я какой профессиональный игрок. Ты сейчас тоже станешь профессионалом. Да, нам попробуем. Юля посвятит Юлию в эту игру, и все мы будем умными. А у меня вопрос. Мы сейчас будем нажимать на кнопку? Да, да, да. Давай, Юля, это будет вот твой пульт. Ну, Сергей, ладно, отвечай. Я буду тебя толкать. Я буду ответственен за кнопку, ты будешь ответственен за ответы. Ладно, давайте. Поехали. Итак. О, так надо делать уже. Мы выбираем темы. Хорошо. Хорошо, честно. Я даже у себя все... Телевизионные программы «Матричный вес». Поясняю. Матричные темы означают, что в ответе должно быть сочетание из трех букв, которые идут подряд. То есть ВЕС. Тема «Маргариты», я вас благодарю. И тема «Космическая». Итак, телевизионные программы. Почему не благодаришь? Космос. Космос. Благодарю. Я не понимаю, что делать. Поехали. Быстро. Вот так, нон-стопом. Российско-украинская телеигра эрудиционно-развлекательного. А так можно? А так нужно. Самый умный. Это правильный ответ. Я не буду играть. Я расстроилась. Давай, Пать, быстро. Реакция. Тут важная реакция. Давай, поехали. Ну, конечно, мы поставили. У нас прям все нормально. Матричное «Вес». Молодой человек, проводящий время в легкомысленных затеях, в проказах. Это правильный ответ. А что здесь в ответе должно быть? Бес, корень. Ну, грубо говоря, корень. Сочетание Бога. Сочетание Бога. Давай. Ладно. Сейчас отыграемся, мы с вами тоже так же. Тема «Маргариты». Род многолетних растений из семейства Астровые. Я почти. Кто? Маргаритки. Прекрасно. Это правильный ответ. Тема «Космическая». Так. Созляю, что тут так, не так. Все равно. Давай. Самая яркая звезда на ночном. Сириус. Это правильный ответ. Мне продолжать или нет? Мы продолжаем. Нас уже закапывают. Ладно, давайте. Юля, давай ты вот так вот будешь. Я знаю про Росе. У нас есть шанс отыграться. У нас есть шанс отыграться. Решающий вопрос на гран-при. Кто побеждает, кто отвечает, тот побеждает. Хорошо. Все, давайте. Телевизионная программа. Читаем, читаем быстро. В феврале 2017 года эта программа получила антипремию от Министерства образования и науки Российской Федерации за популяризацию уже науки. Следующий вопрос. В феврале 2017 года эта программа получила антипремию от Министерства образования и науки Российской Федерации. Для меня пронюшицы просто очень быстро. Спасибо, девочки, вам. Было с вами приятно познакомиться, пообщаться. Надеюсь, для вас тоже это все прилетело быстро. Не скучайте. До следующего вторника. Пока-пока. До встречи. До встречи.